Открытки и фотографии, книги и портреты, личные вещи и предметы быта. Около двух тысяч документальных свидетельств народной памяти о царственных страстотерпцах рассказывают посетителям музея о событиях, людях, связанных с эпохой последнего российского императора Николая II. Музей уникальный, он единственный, так сказать, на территории России, связанный именно с памятью народа к императору. Люди, хранившие вещи, передававшие из рук в руки, передававшие из уст-уста рассказы про императора. И они подчеркивают дух русского народа. В собрании Александра Ренжина находятся уникальные предметы, созданные к 300-летнему юбилею императорского дома. В 1913 году в России были необыкновенно популярны сюжеты, посвященные Дому Романовых, которые находили отражение в разных направлениях творчества. В данном году Россия празднует 400-летие Дома Романовых. В 1913 году, в юбилейные 300-летия Дома Романовых, был соткан данный ковер. На нем Алексей Михайлович, держа в правой руке платок, выбирает себе невесту. Той девушке, которая ему понравится, он вручит данный платок. Особую историческую ценность представляют автографы царственных особ. Мы видим и роспись императрицы Марии Федоровны. Можем прочитать записку императрицы Александры Федоровны, адресованную генерал-адъютанту Дубасову, и подписанная ею молитвенная памятка идущему на поле брани воину. Собранные в экспозиции музея документальные свидетельства жизни России начала 20-го столетия, даже спустя век дает ощущение личной причастности к прошлой истории нашей отчизны. В данной витрине можно рассмотреть вещи, принадлежавшие Александре Федоровне. Нож для бумаги, чашка с блюдцем из личного сервиза и ее автограф на фотографии. Музей императора-страстотерпца Николая II никогда не остается без внимания паломнических групп, посещающих Николу Грешский монастырь. Люди, знакомясь с выставочной экспозицией, узнавая новые для себя факты биографии членов императорской фамилии, с интересом выглядываются в, казалось бы, знакомые лица. Убийство императора Николая II, олицетворяющего самодержавие всей России, коснулось и доли его семьи. Можно по-разному относиться к решению императора Николая II оставить престол. Но, как сказал протеерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского Примгимо, царская семья не образец правильных политических решений. Церковь прославила царственных страстотерпцев вовсе не за это. Для нас они образец христианского отношения правителя к народу, стремление служить ему даже ценой своей жизни.